Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Проект покинула Стелла Мунос. Она написала, «Для меня сейчас на первом месте успешная карьера, саморазвитие и реализация всех задуманных идей. Андрей за мной не ушел, потому что за проектом нет суперконкурсов с перспективой выиграть квартирку. Нет телекамер, никто не привозит тебе бесплатную еду домой. А меня мифический мужчина из-за забора не устраивает». Многие фанаты похвалили Стеллу за здравомыслие. Андрей Черкасов в своей группе прокомментировал уход своей девушки. Он был краток. «Посмотрите внимательно ее пост. Для меня карьера на первом месте. Что тут еще можно комментировать?» Состоялось голосование. В очередном этапе конкурса «Человек года». В следующем этапе остается шесть участников. Стелла Мунос, которая покинула проект, все равно была в бюллетенях. Также в него включили и Марину Африкантову, хотя ее выступление не было в эфире. Ребята на поляне хотели бойкотировать конкурс из-за такого несправедливого решения в пользу Марины Африкантовой. Но Ольга Жемчугова была против бойкота. Она написала «Несмотря на то, что Марину вернули в конкурс, я не сойду с дистанции. Я считаю, что отказаться – это значит принять поражение». Марина Африкантова и Кристина Лисковец высказались по поводу драки своих мужчин. Марина возмущается, что Федя Стрелков набросился с кулаками на Андрея Чуева. А Кристина чуть не вырвала ей волосы, потому что Марина якобы нападала на Федю. «Абсурд!» – пишет Африкантова. «Я против драк на проекте. Единственное, что я хотела сделать – это только разнять ребят. Кристина Лисковец, в свою очередь, не считает, что они с Федей виноваты. «Ребята, творится несправедливость!» – пишет Кристина. «Они вчера выкинули наши вещи, хотя мы их вещи не трогали. И я не нападала на нее и не била. Я отстаивала свое». Валера Блеменкранц, который вернулся на проект, не произвел впечатления на девушек, в том числе и на тату Абрамсон, которую он выбрал. Все дамы проекта считают его скучным. Ведущие проекта Ксюша Бородина и Ольга Бузова, а также бывшие участницы проекта, а ныне жена продюсера Наталья Варвина, приняли участие в вечеринке канала ТНТ. Судя по публикациям на их страницах в соцсетях, девушки развлеклись от души. Бывшая жена Кости Иванова-Кристина, которая воспитывает его сына, рассказала в интервью журналу Дома-2 следующее, что Костя платит алименты только для того, чтобы его не стыдили на проекте. Кристина сказала, «Когда Костя оказался в Доме-2, то, возможно, испугался, что его могут пристыдить. Последние четыре месяца он присылает по 15-18 тысяч. Но дело в том, что вместе с этим мне приходится выслушивать массу негатива и оскорблений как в свой адрес, так и в адрес моего нового молодого человека». Бывшая участница проекта Оксана Арязко ответила тем подписчикам, которые ее постоянно критикуют. «Сколько злых людей у нас», – написала Арязко. «То я старая, то я страшная, то я толстая. В мире много всего интересного, а вы растрачиваете свою энергию на негатив. Разве так можно? Не нравлюсь, не смотрите. Все равно для всех красив и мил не будешь». Другая бывшая участница Саша Артемова рассказала, что вместе со своей подругой она открывает школу красоты. Мы подумали и решили открыть школу красоты, где можно учиться профессиональному макияжу и красивым прическам. Между прочим, я буду присутствовать на каждом занятии. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.